раньше я работал в глубокой сети и это моя история угадайте кто вернулся это райн я планировал наконец связать в этой части все воедино но в последнее время происходят события которые заставляют меня задуматься а удалось ли мне докопаться до истины да и моя безопасность сейчас очень меня заботит но я выкладываю эту историю через вай фай в кафе и используя vpn так что вряд ли кто-то сможет вычислить мое местоположение что ж а теперь позвольте продолжить рассказ я оказался в тупике но эта ситуация не отпускала меня так что несмотря на всю ее жестокость мне хотелось побольше узнать о произошедшем мэтт посоветовал мне залечь на дно и думаю это означало что мне не стоило появляться в глубокой сети некоторое время я вообще не выходил в интернет стараясь придерживаться обычной жизни посещал занятия в колледже а потом шел на работу словно ничего и не случилось к тому же что-то не давало мне покоя зудящее чувство которое не отпускала с тех самых пор как я встретился с дилером я заплатил ему не только за информацию но и за молчание да и на старушку явно напали и мне не хотелось рисковать так что я решил расслабиться и на время уехать из города я позвонил семье и предложил привести к ним бабушку в гости на недельку нам редко удавалось собраться вместе так что это показалось мне отличной возможностью убить двух зайцев сразу и вот я отпросился с работы предупредил в колледже об отсутствии по семейным обстоятельствам а затем отправился в дом престарелых на окраине города чтобы забрать бабулю салон тут же наполнил аромат ее любимых духов я так обрадовался встречи с ней что почти позабыла своих проблемах не выезжая из города нам пришлось поехать мимо стройки я видел каркасы домов и строительные леса будущего района а через пару километров показалось и грёбанная ферма было приятно уехать из города но по понятным причинам я не стану рассказывать как прошла поездка не стоит втягивать в это мою семью бабушка осталось погостить а я переждав вечерние пробки с наступлением сумерек отправился домой но когда подъезжал городу то увидел что произошло нечто чрезвычайное дорогу ведущую мимо фермы перекрывали машины с синими мигалками я остановился и ко мне тут же подошел офицер проезд перекрыт парень если хочешь попасть в город придется развернуться и поехать другой дорогой я смотрел на него раскрыв глаза в которых явно читалось потрясение что случилось сынок полюбопытствовал офицер ничего сэр просто я знал людей что жили здесь с ними все в порядке лицо офицера вытянулась и на нем проявилось сочувствие спустя некоторое время я приехал в полицейский участок чтобы пообщаться с офицером который разговаривал со мной на дороге с сержантом черчем он спросил меня знаю ли я что-нибудь о пожилой паре есть ли у меня догадки о том что могло произойти понимаете они погибли предположительно от взрыва газа вот только я на это не купился и судя по всему черч тоже но думаю вы догадываетесь что я не мог ничего ему рассказать так что просто притворился что бабушка общалась со стариками и я иногда заезжал к ним чтобы узнать как у них дела сержант легко купился на эту историю посчитав меня заботливым подростком который время от времени приезжал к пожилой паре а потом заговорил о взрыве спросил чувствовал ли я когда-нибудь странные запахи есть ли у меня подозрение что могло вызвать утечку газа я ответил что они были очень осторожными а старик прекрасно работала руками и сам ремонтировал все поломки в доме конечно это ложь но большей ложью было то что их смерть посчитали несчастным случаем никто даже не собирался разбираться в этом деле спасибо за помощь парень уверен тебе сейчас нелегко он записал номер на листке блокнота затем вырвал страницу и протянул мне если тебе понадобится помощь или вспомнишь что-нибудь позвони мне я поблагодарил офицера и отправился домой оказавшись у ноутбука решил что должен узнать как дела у мэта но он опередил меня на электронной почте высветилось почти 20 пропущенных сообщений он уже обо всем знал видимо джейка посматривал ферму когда все это произошло и мы это опасался что они отправились за мной или джейкобом но тот вполне мог о себе позаботиться а меня и вовсе не было в городе так что нам ничего не угрожало к тому же были и хорошие новости джейкоб отследил нападавшего до города используя жучки и ноутбук и сделавший это человек отправился на склад в промышленной части города как избита не правда ли райн знаю ты уже и так сильно рисковал из-за этого дела но я не могу отправить джейкоба от тебя требуется лишь проникнуть на склад и посмотреть кто там находится если среди присутствующих окажется кто-то из подростков или их родителей мы раздуем это дело до небывалых масштабов к черту все я слишком глубоко увяз в этом лучше бы тебе хорошенько оплатить эту работу те люди убийцы ответил я пока мой разум пребывал в смятении разрываясь между гневом и страхом мэтт тут же написал 5000 если проберешься на склад и сфотографируешь кого-то из тех людей я тут же уставился на экран гипнотизируя цифры дорога к складу оказалась наполнена предвкушением неизвестности и скрытой вне опасности это раздражало меня а еще и злился на самого себя что согласился на эту авантюру и что это взволновало меня я припарковал машину за несколько кварталов от нужного места и продолжил путь пешком прячусь в тенях отбрасываемых светом луны если меня поймают мне не хотелось даже думать об этом я остановился перед нужным складом к чему привели все эти расследования сейчас я не испытывал ни капли ликования но все же приступил к делу и для начала решил обойти склад снаружи и у одной из стен обнаружил несколько контейнеров рядом с лестницей тянувшийся до самого верха я потряс ее чтобы убедиться что она не скрипит и не привлечет ко мне внимание а после этого полез вверх добравшись до крыши я пригнулся как можно ниже и пополз до смотрового люка но он оказался заклеен чем-то наподобие фольги какого черта напротив меня виднелся выход на крышу я осторожно пополз к нему стараясь не издавать ни звука но тут услышал шорохи и разговоры с улицы рядом со складом взглянув из-за края крыши я увидел двух темноволосых мужчин которые о чем-то разговаривали между собой у одного из них в руках мелькнул пистолет вот же черт я достал телефон и проверил что вспышка выключена а затем сделал снимок но в тусклом уличном свете удавалось разглядеть лишь двух людей а пистолет остался едва различимым пятном я подобрался к двери ведущий с крыши внутрь и присел около нее это оказался запасной выход с пожарной лестницей который контролировался сигнализации к счастью моих знаний в электронике полученных в колледже хватило чтобы отключить ее осторожно выключив источник питания я открыл дверь как можно аккуратнее и бесшумнее но оказавшись на верхней площадке лестницы застыл от накатившего приступа паники и все же нашел в себе силы побороть ее и выглянуть из-за перил и осмотреть склад я увидел яркие лампы и такую же фольгу что закрывала смотровое окно на крыше прижимаясь как можно ниже к полу я спустился на несколько ступеней и увидел то что выглядело как самая большая ферма из сорняков в великобритании растения покрывали практически весь пол склада в лучах согревающих их ламп несмотря на холодный ветерок проникающий из двери ведущий на крышу по спине застроился пот и дело не только в жаре стоявший на складе я достал телефон и начал делать снимки между рядами растений прогуливались люди с пистолетами или мачете и это показалось мне самой безумной картиной из всех что я когда-либо видел а затем я заметил несколько знакомых лиц сидящих за столом в дальней части склада пропавшие подростки я считал что они соучастники но судя по всему ошибался потому что они были привязаны к своим стульям вот только мне не удавалось получить достаточно четкий снимок с того места где опрятался так что пришлось спускаться по лестнице стараясь не привлекать внимание охранников разгуливающих между посевами вот же черт я медленно пробрался к подножию лестницы металлические перила совершенно не скрывали меня но к счастью внизу оказался закуток который давал хоть какое-то прикрытие теперь меня окружало три стены но если кто-то из охранников решит подняться на крышу то сразу же обнаружат меня так что следовало действовать быстро но чтобы сделать хороший снимок предстояло выглянуть из-за укрытия я дождался пока охранники разгуливающие между растениями отойдут подальше от лестницы а затем встал и быстро сделал несколько фотографий вот только лишь часть из них оказалась с хорошим фокусом я вновь спрятался в закуток и постарался успокоить бешено колотящееся сердце после чего начал медленно подниматься наверх позади раздались приближающиеся шаги вынуждая ускориться достигнув крыши я аккуратно закрыл за собой двери и тут же свернул за угол легкие тут же наполнил прохладный воздух раздались шаги охранника видим он вышел на крышу а значит сигнализация никогда не работала нормально через мгновение раздался щелчок а затем удаляющиеся шаги по ступеням но мне предстояло еще спуститься с крыши однако у единственного возможного выхода отсюда стояли двое охранников которые продолжали разговаривать так что я включил камеру и начал записывать видео их не было видно отсюда но их слова и разговор оказался очень важным я пока не могу рассказать о чем он был но обязательно сделаю это чуть позже по мере того как они продолжали болтать меня все еще больше охватывал ужас мне предстояло слезть с этой крыши здание было высотой примерно с два этажа и окружал его асфальт но с другой сторон я увидел открытый мусорный бак вот только проблема заключалась в том что он стоял вплотную к стене склада и оставалось лишь надеяться что после прыжка я смогу приземлиться в него спрятав телефон в карман я собрался с духом и прыгнул меня котел страх а затем неописуемая эйфория пока я летел в воздухе единственная мысль возникшая в тот момент я умру но при этом ощущение от свободного падения дарили трепет с глухим стуком я свалился в мусорный контейнер звук вышел громким но гораздо тише чем оказались бы мои крики если бы я приземлился на бетон но все оказалось не так удачно потому что ногу прострелила острая боль на глазах тут же выступили слезы и мне пришлось прикусить кулак чтобы подавить выкрик надеюсь я ее лишь подвернула не сломал выползая из контейнера я почувствовал что от меня теперь пахло как от джейкоба может этот запах профессиональная необходимость но как бы там ни было я поковылял к своей машине сев в машину я отправился домой несмотря на боль в ноге я решил сначала принять душ да и появление в отделении скорой помощи пахнущим как бездомный вряд ли принесет что-то хорошее к тому же нога не выглядела сломанной но чертовски распухла а на правой руке и боку которым я приземлился в контейнер проступили синяки так что следовало придумать какое-то правдоподобное объяснение этому я подключил телефон к ноутбуку и скачал фотографии видео а затем на всякий случай сохранил их в нескольких разных местах убрав телефон обратно в карман я отправился к своей машине и поехал в отделение скорой помощи мне пришлось дожидаться своей очереди два часа все это время нервы находились на пределе порождая различные безумные мысли когда врач наконец осмотрела меня то перевязала ногу и выдала лекарства оказалось что у меня сильное растяжение связок и мне предстояло поберечь ногу чтобы избежать возможных повреждений сухожилий но учитывая падение все могло оказаться гораздо хуже вернувшись домой я отправил все материалы мэтту и затаив дыхание принялся ждать ответа ты сделал это твою мать не ожидал что тебе удастся найти подростков не говоря уже о целой ферме травы отличная работа райан я отправляю тебе деньги с нескольких разных счетов чтобы это не привлекло внимание напиши мне все подробности при первой возможности именно так я и сделал а через какое-то время мой счет пополнился в общей сложности на 5000 фунтов это не укладывалось в голове если информация стоила так дорого то во что черт возьми я ввязался я решил что выполнил свою часть работы за которую получил немалые деньги и пора немного отдохнуть к тому же мне стоило поберечь ногу так что учитывая все обстоятельства залечь на дно показалось мне лучшим вариантом но при этом история не выходила из головы а каждая ночь проходила без сна на этом позвольте закончить думаю вы догадываетесь что люди у которых я собирался получить разрешение моя семья как бы сильно мне не хотелось закончить эту историю мне также хочется подробно описать все произошедшее чтобы меня не заподозрили в том что я был там где меня не было к тому же мне следует хорошо подумать на доставшийся частью рассказа чтобы случайно не упомянуть людей которые не имеют к этому отношения верить или нет эта история привлекла внимание властей а я не считаю себя храбрецом так что меня все еще мучают бессонные ночи но возможно мне станет легче когда я расскажу всю историю до конца а